приятели всем здорова если с кем-то не знакомы меня зовут сметкин дима и в этом ролике я вам хочу показать заброшки севастополя точнее даже не так сейчас со знакомыми я пойду смотреть подземки заброшки катакомбы туннели какие-то шахты все это старинных времен времен второй мировой войны и сейчас мы проверим как работают человеческие страхи сейчас к моим классическим боязнем высоты глубины темноты сжатых пространств добавится еще что-то новенькое судя по фотографиям которые мне прислали ребята с кем я сейчас буду погружаться мы сейчас увидим что-то между фильмом silent hill и фильмом хостел я совершенно не знаю что меня сейчас ждет впереди я совершенно не представляю как меня сейчас поведет свой организм и я даже думать не хочу о том как поведет меня сейчас моя голова спасибо ребятам которые меня выдернули на это странное испытание своего организма ну что ж самое время посмотреть что нам приготовили и как я с этим справлюсь что это такое давайте рассказывайте так слушай ну это убежище c5 по своему прямому назначению она никогда не работала то есть это бомбоубежище здесь должны прямо ныкаться люди добыли должны были ныкаться люди должны были сделать подземный госпиталь по прямом назначении подземный госпиталь сейчас там полная разруха место популярность среди местных пристанища наркоманов бомжей алкашей во всего я люблю да то есть можно можно сейчас встретить какие-то урков подземных все факт можно зацепить если стену потрогать давай ты первый это нормально если могу панику схватить с нами ты панику не схватишь так как ребята можно назвать себе профессионал профессионалов не схватывание паники пить его появится интересно как-то сюда ночью что двенадцать лет или сюда залазим слышу музыку играли внизу а там короче три тела синих они короче решили забухать сколько метров под земля примерно 30 25 метров вот эти ступеньки это примерно 9 этажей мы сейчас спускаемся тут же ветеринарная клиника была какое-то время проводили операции животным вот и целый стационар для животных у кошки глисты и ты ее везешь сюда очки чьи-то хабар это что значит хабар ну это то есть они похожи на очки у чувака который в фильме париж ценные вещи которые ты можешь забрать это вот это можно сказать допустим хабар это типа хабар то есть 80 даже вот какой-то противогаз берешь так не разделяйтесь для подачи свежего воздуха с поверхности в внутрь то есть это вот фильтра они фильтровали воздух допустим если заражен воздух на поверхности был но все да говорят что тут был крематорий крематорий так сказать тут должны были стоять койки то есть туда еще что-то есть да это мы сейчас пойдем к другому выходу какие-то ну дома я представил что это будет гораздо стремнее потому что мы зайдем сразу пойму что я под землей в темноте мозг сразу забудет выход где бы можно допустим сейчас будем обратно идти я всем всегда предоставляю такую возможность выключить фонарик и поставить в темноте там пару секунд а вот это мне кажется обосраться будет ну вот это ты ощутишь на себе полностью у меня сразу будет паника что вы с***** короче уже ну давайте типа это шутка там пацаны да что а что это было сзади все еще никого не один все нормально а какой шанс что на злых людей тут можно нарваться знаешь мы тоже люди добрые но в какой-то момент можно стать злыми за счет первых ощущений был когда я сюда попал я сюда попал в 2006 году тоже нашел также информацию в интернете вот мы залазили через один из основных входов которые находятся на спуске Котовского и тут еще частично сохранилась документация были противогазы вот тут в этих проемах были двери со стеклом красивые и буквально через года три это вот первое что стало вообще таким вот бомжатником его начали ломать бомбить унитазы были на своих местах все было лет 8 назад тут был пожар это еще не экстремальные похоже у нас были пару раз экстремальные похоже там вообще сердце остановится а что это чего адреналин да очень сильно даже проблемы со здоровьем были из-за этого потому что ты начинаешь нервничать очень сильно да потому что допустим какая-то отрана на территории ты это понимаешь что она там присутствует здесь ты начинаешь залазить в эти убежища сидишь на стрёме тут какой-то звук и тебе становится страшно тут гадает какая-то собака у тебя нервный срыв получается честно говоря вот мы же недавно залазили сюда с Кириллом и мы встретили вот школьников и мы встретили вот школьников этот школьник мы не хотим тратить хочу путь просто чисто это на яндекс картах нашел это короткая дорога это вот была дизель генераторная стояли два дизеля вырабатывали энергию для освещения это вот был бак для дизельного топлива до сих пор дизелем пахнет вот это вот если честно в заброшенных бобоубежищем вообще такого типа вообще тяжело встретить допустим даже станины дизелей обычно это все вывозят на металл и вот тут еще осталась какая-то атмосфера объекта то есть тут гермо двери то есть это вот если взять по городу то у нас их куча вообще по городу всего 600 убежищ разного типа вот это мы находимся в бомбоубежище скального типа который вырыт в горе есть бомбоубежище отдельно стоящие их называют коробками это то есть вырыт котлован в земле делалось там вот это вот помещение так сказать сверху накрывалось плитой засыпалось землей делались наклонные входы и все это отдельно стоящее бомбоубежище это убежище если честно мы тоже ну мы не знаем его прямого назначения но кто-то говорит что это убежище инфекционного бориса вот это еще один из выхода это выход да сейчас покажу тебе выход и мы раньше вылазим только я же понимаю что если я лазил со снаряжением то как бы я знаю что она меня страхует и я никуда не денусь если даже я сорвусь я повисну на этом снаряжении сегодня мы вообще походим вот мы поедем в крот это наверное будет нашим последним объектом мне интересно будет что я типа испытаю когда вот этого крота сегодня увидим когда туннель ну я наверно там еб***ь потому что мне кажется у меня объединятся сразу два страха и высоты и глубины а что за вода куда ведет скорее всего вот это вот там даже видно в натуре прям все как в фильме париж-город мертвых туда надо нырнуть короче чтобы мы в ад попали не смешно да? а тут глубина максимума тут есть такие же люки пустые это вообще как некое убежище это использовалось как резервуар для воды то есть тут была вода для обеспечения хера себе это вон там кто-то сидит раскуривает и такие на воду смотрят втыкают а вы без фонарей все да? только это держи меня раз два три четыре светомузыка сыт кто-то сейчас ты начнешь привыкать к темноте и тебе хватит света который у тебя на бубру утром а это хорошая штука она сломана А что это такое? Это, короче, магнит на пинг-поинтер. Вот это хабар. Нет, это магнит. Это знаешь, почему? Ааа, забирай себя. Конечно. Ну что, на второе место? Да. Как впечатление? Ноги немножко подшатывают. Причем вот после того, как свет вырубили. Реально вот в такую хуйку можно зайти, и те никто ничего не сделает. То есть свободно в городе дыра в цитадель ада, да? Ну да, типа такого. Это как объект называется? С4. С4? На скорость отсюда вылезешь, да? Да можно, если на адреналине... Смотри, аккуратнее. Две ноги засовывай. И чуть боком, да. Смотри, главное, чтобы коротко не порвать. Вот, встречает нас гермо объект. Уютно. Подполье партизан? Да, кто-то говорил, что должен был быть танковый ремонтный завод. Слушай, вообще похоже на спуск для колес. Или это лестница заделанная? Кто-то говорит, что построился транспортный туннель, чтобы с одной части города в другой передвигаться. То есть это не бункер, да? А года постройки неизвестно? Да, да, скорее всего. Еще, наверное, в 1948 он строил, если не раньше. А предыдущий бункер, в котором мы были, ты говоришь, 50-й? То есть это как бы... 50-54 года. А, то есть он вообще не для войны, не перед войной строился? Да, это была жгонка ядерного вооружения в 50-е годы. Я бы здесь попросил бы, если это на балансе города, я бы попросил бы у города, ну, хотя бы так, чисто перед входом, метров 20, чисто сделать это, выставку, картинную галерею. Ёбану. Вот это клака. Ну, а кто вообще лазит по этим местам? Ну, то есть любители полазить, любители заброшек или любители там по***ться, понюхать что-нибудь? А тут как бы, ну, Макса, кто-то может встретить, кто-то какого-то примера. Скорее всего, у школьника, которому он будет лет 15-16. Вот, ну, как он далеко вообще вперед кто-то идет? Метров 300-400. Ни х***! Ну, в общем, вот это туда. В бахилах кто-то интеллигентный. Вот этот облинг, мне кажется, будет побольше, предыдущий. Вот, тут у нас есть, видит, что это интенсионное. И вот всегда мы задаемся вопросом, для чего это все было. Для чего тут столько вытяжных систем. А, потом уже все закислили. А, потом. Оно очень глубоко. Тогда действительно интересно. То есть, видишь, долбили бетон. Это уже после. И для чего это как? Ну, а ты думаешь, что это новодел? Да. Или что это современная яма? Да. Да. Это нахрен интересно. То есть, кто-то что-то там... То есть, вот, и видишь, черточки на стене. У меня такое чувство, как будто вот это черточки рисовали. Вот один день копали. Сколько дней копали? Да. Вот у меня вот такое предположение. Сколько дней отсюда не выпускали людей, пока они не прокопают яму? Ну, типа того, да. И они копали яму, чтобы выйти с другой стороны планеты? Да ну, ***. Ну, да. Там тоже вещи фильтров стоят. Но я там никогда не был. Охренеть. Так, вперед пошел ты это. Давай ты вперед. Ты где? Да я убью. Давай. Да. Это вон та будка, где сторож, да? Ну, там внизу, да, получается. Вот такая система. Слушай, ну это мы, получается, прямо на выступе фиолента. Да? Как красиво охереть. Пойдем сейчас посмотрим виды, но все равно наконец-то рекомендуется. Подойдем к скале, только близко не подходи тоже. Я теперь после ветров не люблю фиолент. Фиолент забрал мой дрон. Вау. Давай так подальше отойдем, потому что это... Да, это нормально. Что там, что там, что там? А то да, далеко? Смотри, рано или поздно видишь, что уже отстало. Да иди давай. Рано или поздно, а то что воносы. А потихоньку, фиолет потихоньку плывет. Да? Да, скажем дождем оно вот, оно обваливается, обваливается. Это же выступы были, вот эти вот. Забора нет, это забор обвалился. А, о, забор упал, да? В этой будке был сторож, да? А это вход. Участок принял, потише там. Ниже от выхода прямо возле будки. Палфи подпёрто. Валфи подпёрты. Валфи подпёрты. Валфи подпёрт. Уважаем. Валфи. Валфи подпёрты. Валфи подпёрт. Уважаем. Валфи подпёрт. А, там еще на дверь надо попасть. Да. Здесь тоже что-то боком можно. Попасть. У меня что-то такое тоже. Крыльца рассказали. Груща береговая батарея номер 19. После гражданской обороны была разоружена и в 2006 году была законсервирована. Главная база Черноморского флота. Была построена в 1911 году. Нормально все. Ветер, наверное, задувается? Видно, но сзади, как это было, были такие ниши, как бы выемки. Скорее всего, там стояли орудия. Получается, вот тут подавали уголь через много стоимости. О, даже уголь остался. А тут стояла печь. От ежей уже отапливалось все помещение. Естественно, эта печь была еще живой, тут и лючок все было. Куда? Дальше или на выход? Дальше. А как правильно называется, как дверь? Гермодверь она правильно называется. Гермодверь? Ну, это деревянная дверь, это, скорее всего, просто. Были просто с механизмом, где закрыты. Скорее всего, там насы. Да? Пойду посмотрю. Ух, полы здесь аккуратно. Слушай, вот они здесь прям это вообще прогнили. Погнали. Ну да, басерно. Ого, симпатично. А, это тут, где все обколуплено, да? Угу. Ну тут уже краска попадала, тут было по атмосфере. Да, это прям, сука, Silent Hill. Что-то копали. Что-то хотели. Да ну, цена есть? А? Ручка. Я хочу ее... Охренеть. Сувенирс. Как она называется правильно? Ну, типа... Типа, ручка, да? Да нет, слово. Хабар. Хабарчик. Мини-хабарчик. На память. Охренеть. Вот я с тобой. Офигеть, вот это мощно, вот это запомнится. Мы здесь выйдем, да? Мы здесь выйдем, да? Мы хотим, пойдем, сейчас посмотрим, что-нибудь. Ну, и пойдем. Охренеть. Охренеть. Мы отсюда пришли, или откуда? Отсюда. Ну, отсюда. Там это, как вентиляция сходится. Вот еще там еще пару комнат есть. Если интересно, можно спуститься. Широкий стал. Слушай, ну ты понимаешь, да, что когда-то здесь все упадет. Возможно, что с людьми внутри. Ну что, теперь едем в четвертое место. Самый топчик, который оставили напоследок. Вау! Это объект сейчас будет у нас в Крот, да? Да. Подземная электростанция. Он находится прямо на... Вот весь вид на Севастополь. Мы оставляем тачку в каком-то не очень благополучном месте. Надо, чтобы ничего из тачки не украли. Все, переоделся. На тебе вот этот мой фонарик. Возьму на тест-драйв фонарик, который мне подогнали Феникс. О, Феникс. Я его так и не успел затестить нормально на велосипеде. Я думал раньше, что вот тот, который я тебе дал, что он мощный. Я захожу у себя дома в темный гараж, врубаю их оба. Моего старого просто не стало видно. Феникс, ты чего? Феникс вообще. Вон раз шахта. Первый вход. Это входы, да? Ну, это в объект все ведет. Вон шахта. И здесь, да? Здесь. Куда ближе не подходить, все-таки скользко. Да я вижу, нормально. Мне здесь достаточно. А, в натуре. Ах, ни х**а себе. Да, это вот один из стволов. Этот где-то метров тридцать уже вниз идет. Ни хера себе. Было бы тепло, можно было бы спуститься. Все горы пустые. Да? Да. Все. Начиная с того, и все. Все это вот. Там неизвестно что, да? Ну, вообще, вроде склады боеприпасов. Это тот спуск, о котором ты говорил, да? Да. А там вниз нельзя пролететь? Нет. Что-то пройти тут не надо. Лучше на животе, да, слезать? Да. Ох. 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 Несколько неудобно. Спускаемся, потихо. Ну, что ж. По дороге. Понялте. Пожелаем вам удачи. Сейчас услышишь, как объект гудит. Посвети вперед. Я хочу фонари сравнить. Сейчас обрублю этот. Мощней, мощней, мощней. Мы сейчас залезли сверху. И, грубо говоря, где-то здесь есть спуск внизу. Но внизу происходит какое-то действие, да? Да, там вот. То есть внизу уже что-то, ну, рабочее там, что-то там. Скорее всего, какая-то находится электростанция какие-то. И, соответственно, мы сейчас сверху посмотрим на эту шахту. Вот, наверное, та же шахта. Вот так выглядит. Подожди, а нам туда? Нет, это ведет наверх, нам надо вниз. Ты еще здесь? Нет. Нет. Этот объект был построен в 30-х годах. Окончание, окончательное воскресенье закончилось. Два мощзала с турбогенераторами, которые уже выглядят. Для будущего мощного 25 тысяч. Все, слова должны обеспечивать город электричеством. Это он? Это шахта? Фух, так, погоди, сразу у меня очко. Не, чувак, я не полезу. Это, ну, ты что, прикалываешься? Это же пи***. Ее в рот, ее в рот. Не, вообще шансов нет. Я даже в натуре, я даже, ну, просто меня ноги подведут. Я сейчас вниз не вижу, я вижу только стену. Давайте. Поувереннее возьми. Ну да, там мощный фонарик. Ее в рот. Я уже привык. Я не могу, у меня все подводит тело. Я не способен. Кстати, я фонарик. Ну, если что, ты же слазишь. Слазю, конечно. Ну, я тебе сейчас вот слезу, посмотрим, что есть. Пацаны, короче, сорян. Это выше моих сил, я не способен это сделать. Это не тот случай, когда я могу сказать, типа, да вроде у тебя этот видос наберет, там, сколько-то лайков, и я туда слазю. Не, ни п***я, я туда не слазю. Ни в каком случае. Вот такие вот дела. Да. Если хочешь, можешь мне вот так светануть. Давай. Главное, давайте. Не, я со своей маленькой полезу, все нормально. В натуре? Да, мне удобно будет. Ты просто мне твоего света хватит. Да? Да. Я, в общем, постараюсь, чувак, не подвести тебя. Я даже телефон не могу туда. Нет, все-таки мне же нужен будет фонарь. Тут самое стрёмное, это вот эти вот переходы. А тут еще и лестница трясется, так что. Ну, тут понимаешь, тут без вариантов, если упадешь. Ну, вот все, я до первой площадки долез. Вот. Вниз еще. Прям даже расстроен все-таки из-за того, что сколько я не пытаюсь подготовиться к какой-то такой высоте, но я просто ничего не могу с этим поделать. У меня рядом с домом есть вышка 139 метров. Я все к ней подбираюсь, подбираюсь. Там что-то около 10 пролетов. Вот уже два года я залезаю только на первый. Далезаю до высоты деревьев и все. Ну, а то, где ты сейчас, это примерно что там, половину, нет? Середина. Первый раз я сюда спускался со снаряжением. Я себя страховал. Вот. Но потом я понял, что тут вировке неудобно. Они цепляются и начал лазить без страховки. Это вот выработки. Рыли-рыли, но объект так и не выстроили. Я уже внизу. Я пошел. Через пять минут буду. В объект пойду схожу. Так. Так. Такой вот объект. Дальше я чуть-чуть провел. Укажу вам немного, как выглядят сами помещения объектов в законсервированной части. И вообще, я никому не рекомендую ходить по таким местам, потому что это небезопасно и опасно для жизни. Немного нельзя в этом объекта задерживаться. Так вот может прийти нехорошие люди. их завод, частное охранное предприятие. В этот объем можно попасть на второй этаж этого законсервированного участка. Вот. Естественно, как полагается. Закрываем вход. Также закрываем за собой все двери. И ставим. Вот. Сейчас вот стоит путь наверх. Вот. Да, да. Лезу обратно. Сейчас еще осталось раз, два, три, четыре, пять пролетов. Что бы мне сейчас не предложили бы, вообще что угодно, вот вообще просто что угодно, я бы ни за что туда бы не полез. Я не знаю как объяснить это чувство. Но вот однажды, когда у меня был такой лютый страх, я думал, что его можно перебороть тарзанкой. И мы залезали на трубу 70 метров. На тот момент я еще почему-то мог влезть на трубу 70 метров и прыгнуть с тарзанки. Хотя тарзанка во мне вызывала примерно те же самые эмоции, как вот сейчас эта дыра. Я даже не знаю как, но я все-таки с нее спрыгнул. Да, в эти моменты еще ловишь панику от того, что нет ли никого сзади какого-нибудь шутника. В такое время и в таком месте, знаешь, любой страх, он просто начинает увеличиваться настолько. Такая х***я в башке рождается. Как обгрыживаются страхи, е***ь, как здесь стрёмно. Я не знаю, что там, кто, где. Вдруг кто-то придет, если я услышу какой-то звук наружи, речь просто пропала. Наверняка у вас вопросы, кто это, что это. Я вам оставлю ссылку на Мишину, группу ВКонтакте. Можете ему написать. Обязательно напишите, что от меня, Сметкина Дима. И если есть вопросы или хотите, чтобы он вас провел по тем же местам, что и меня, или даже по каким-то другим местам, то просто напишите ему ВКонтакте, и он сможет провести вас за какую-то там символическую плату. Это очень стрёмно стоять здесь и ждать его сейчас, потому что, ну, в голове всякие мысли, знаешь, начиная там от монстров и зомби, заканчивая тем, что вдруг его сейчас схватят. А у меня банальные страхи, что как найти дорогу отсюда, как выйти, как мы сюда пришли, а вдруг за нами уже охотятся. А если вход обвалился, секунды тянутся, как какие-то, блин, часы. Вот это выход из зоны комфорта. Скоро я на велосипеде поеду путешествовать с приятелем по Абхазии, и там мы планируем такой хорошенький трип по заброшкам. Абхазские заброшки я знаю, но добавится еще много новых мест, которые как-то попытаемся красиво подснять. в каких-то, может быть, даже переночуем. Возьмешь? Телефон не раздаешь? А я вот вылез наполовину и руками как на брусьях вытянулся. И вот как на брусьях вытягиваешься. Коленки не пролезают. Теперь можно сходить посмотреть еще одну шахту. Я бы теперь пошел домой. Ребята, всем огромное спасибо за просмотры. До встречи в следующих роликах.